Жительница Тиберды, учитель географии Ирина Павловна Утякова, дочь известного альпиниста, внучка известного предпринимателя Александра Утякова, который вместе с Исламом Крымшамхаловым открывал живописную Тиберду, сохранила уникальные документы, фотографии. Чтобы сохранить уникальное наследие, представители Русского географического общества задумали проект. Какой? Узнаем из репортажа Аллы Динаевой. Ценности альпинизма и его культурный код не могут быть потеряны и утрачены. И наше внимание приковано не столько к разрядам, званиям, соревнованиям, сколько к культурному наполнению этого понятия и к смыслу этих занятий, говорят представители РГО. Крачево-Черкесское отделение Русского географического общества совместно с Ленинградским начали работу, связанную с сохранением уникального наследия. Речь идет о проекте, связанном с сохранением совершенно уникального наследия, которое сберегла учительница географии из Тиберды Ирина Павловна Утякова. Внучка Александра Утякова, который вместе с Крымшамхаловым открывал для россиян вот эти благословенные места. Князя Ислама Крымшамхалова и инженера-предпринимателя Александра Утякова связывали не только образованность и художественная одаренность, но и стремление переменить жизнь горного края, дать ему шанс развиваться. Думали они о том, как превратить Тиберду в известный курорт. Ирина Павловна, она посвятила свою жизнь географии. И в Тиберде нет такого человека, который бы мог дать более обширную картину географических объектов. Идея сохранить память тех, кто зарождал альпинизм в Тиберде, была давно. Ведь Крымшево-Черкесия является колыбелью альпинизма. С начала 30-х годов вот здесь, в поселке Дамбай, он как бы зарождался. Здесь были открыты новые маршруты, траверсы всевозможные, покорены вершины. Многие достигли здесь высоких результатов. И сейчас вот возникла такая проблема. Архивные материалы, которые сохранились по альпинизму, начиная со дня его основания в Дамбайе, восстановите. Сейчас мы формализуем идею проекта для представления ее на конкурс в РГО с целью получения поддержки и, возможно, гранта для обеспечения необходимых работ в этом направлении, говорят, инициаторы проекта, которые имеют огромное значение и для географии, и для истории, и для альпинизма. Необходимо перебрать все артефакты, все книжки, все фотографии, все предметы, которые хранятся у Ирины Павловны, зарегистрировать их и обязательно записать все комментарии хозяйки этого наследия в оригинальном виде. Помощь, прежде всего, нужна нам от местных властей, поддержка местных властей для того, чтобы нам выделили помещение. Желательно в Тибердинском заповеднике. Там есть такой визит-центр для того, чтобы мы могли демонстрировать и альпинизм, и горные породы, геологические породы для опознавательных целей в области геологии, там географии. И могли там демонстрировать выставки, посвященные горам. Работа над проектом только начинается, а когда он реализуется, в Тиберде появится уникальный музей по истории зарождения альпинизма, туризма. Аладинаева Алибастанов, Вести, Кращево-Черкесия.